здравствуйте в эфире программа городские встречи я валерий седов сегодня мы в гостях у сергея новикова врача психотерапевта здравствуйте добрый день сегодня с вами у нас речь пойдет про осеннюю хондру осень наверное это единственный сезон которому добавляют вот хондра и что-то грустное так ли это только ли осени ассоциируются с чем-то и только ли осень приносит новые какие-то заболевания грустный личный вопрос потому что не только осень на потому что на самом деле в психиатрии но мы так считаем что в психиатрии есть два сезона это осень и весна и это не только что из-за того что люди с разного рода психопатологии так скажем обостряются начинают чувствовать себя хуже но и потому что и у обычных людей по осени действительно есть ухудшение настроения связано это как правило с солнышком солнышко становится все меньше меньше в средней полосе россии с где-то середина октября по середину ноября мы видим увеличение обращений по поводу сезонной депрессии и как правило лечится это достаточно просто увеличением количества солнышко мы всегда даем рекомендацию если есть возможность если нет к видных ограничений съездить туда где еще солнечно но если не получается то тогда хотя бы поставить побольше света в помещении есть такой метод лечения фототерапия который но соответственно человек просто читает книжку при большом количестве света ему становится легче по весне то же самое только происходит это где-то с конца марта до середины апреля самое такое сопливое время когда начинает таять снег когда все серо грязно действительно у нас это вот такие пиковые сезоны обращаемости к нам за медицинской помощью то есть осенняя контра существует однозначно однозначно она начинается с первого сентября или не тоже есть как куда здесь вот интересно насчет первого сентября есть небольшой скачок жалоб именно в 1 сентября но здесь я не думаю что это связано все таки с вот с тем что я сказал выше со светом и так далее в 1 сентября все-таки еще светло я думаю что это связано с таким психологическим моментом мы в течение десяти а сейчас и 11 лет школьниками 1 сентября у нас начинается новый учебный год у нас начинается что-то новое мы начинаем куда-то двигаться и так далее а тут мы стали взрослые и 1 сентября но точно такое же как 30 31 августа ничего не меняется и все-таки я думаю что нейронной сети которые внутри нашей главы устраиваются с детства и в юности они продолжают работать они ждут чего-то нового новых каких-то не знаю встреч новых уроков новых каких-то движух и проектов и поэтому те люди которые не ведут проектную деятельность которые как день сурка ходят на работу и летом и зимой и осенью 1 сентября конечно могут немножечко за хандрить а те кто ведут проектную работу они конечно 1 сентября все оживают и запускают какие-то новые проекты новые бизнес идеи новые вообще подходы к своей работе и так далее поэтому да действительно 1 сентября тоже становится немножечко грустновато хандру часто связывают и даже с депрессией но понятное дело что это вообще разные по своей специфике вещи как понять что человек именно хандрит в медицине такого понятия хандра мы это называем все-таки суп депрессия хандра это сниженное настроение прежде всего сниженное настроение сниженное количество энергии если хандра так называемая длится до двух недель то это хандра если вдруг сниженное настроение апатия тоска скажем отсутствие планов на будущее длится более двух недель то это уже депрессия тоже скажем ну если там добавить еще определенные симптомы то это прям медицинское понятие депрессия который необходимо лечить от нас что за симптомы как понять что то есть две недели прошло все еще нет настроения как понять что вот уже нужно звонить специалистом ну если вдруг в голове появляются очень нехорошие мысли я говорю не только лишь о мыслях о конечности жизни самоубийстве так далее если вдруг возникает но такое токсичное тяжелое чувство вины без видимы на то причины но я приведу пример у нас было несколько ситуаций когда приходит человек он говорит я виноват в том что коронавирус наступил на или например я виноват что самолет упал я спрошу почему ты виноват он говорит потому что я не так давно подумал о том что самолеты давно не падали тут самолет упал соответственно мышление человека с тяжелой депрессии она всегда в таком негативном сером таком каком-то черном ключе и человек действительно испытывает колоссальнейшее чувство вины которое обычному человеку без нарушения настроения понять невозможно то есть оно такое не совсем логичное так скажем если вдруг возникает мы это называем витальная тоска то есть это крайне неприятное ощущение в груди то есть как будто бы камень в груди как будто бы кол забит в грудь или тяжелейшее чувство жара вы не отпускает и может переходить вот человек начинает суетиться он не знает что сделать чтобы убрать это это однозначно медицинский феномен который необходимо прямо экстренно лечить если вдруг человек залеживается в кровати да то есть это возникает апатия такого ранга что он не может справляться с каждодневными обязанностями все не идет на работу он не знаю там не ведет детей в школу он просто лежит и не следит за собой это уже конечно медицинская история можно ли заняться самоспасением попробовать помочь себе самому есть уж не от депрессии то от хандры себя как-то вытащить да однозначно как и у любой медицинской проблемы у хандры есть биологические психологические составляющие социальные составляющие если мы говорим о биологии и если человек вдруг знает что у него на действительно есть сезонные какие-то явления что-то ну каждый там октябрь каждый сентябрь ему становится плохо то однозначно нужно планировать отпуск именно на это время то есть уезжать туда где солнышко как мы с вами выше сказали это биологическая составляющая еще о биологии мы должны сказать что любая хондра а на так или иначе связана со снижением количество серотеана внутри нашему с вами организма серотонин это но в простонародье он зовут гормоном радости на самом деле再见 не совсем гормон это вот такое вещество который ответственно за наши с вами цель полагания за отсутствует тревоги за радость и так далее так вот серотонин это вещество которое образуется нашем с вами организме из-за трептофана еще за одного вещества а трипкофан можно съесть Триптофан, во-первых, он в медикаментах есть, но на самом деле он содержится в продуктах питания. В шоколаде, бананах, помидорах, гречке, оливковом масле, твердых сырах и орехах. Так вот, можно в этот сезон пытаться есть побольше шоколада, бананов, но лишь бы не так много, чтобы на ветку залезть. То есть, это должно быть однозначно такое сбалансированное питание. Еще одно место, где вырабатывается серотонин, это мышечная ткань. Поэтому всегда можно присоединить кардионагрузки. То есть, это любая ходьба, скандинавская ходьба, плавание, йога и так далее. То есть, что-то такое, что не крайне энергозатратно. То есть, без анаэробных нагрузок, то есть, не нужно 16-килограммовую гирю тягать 2-3 часа. То есть, именно кардионагрузки, прогулки и так далее, те же самые банальные 10 тысяч шагов, это тоже прекрасно работает. Это биология. Психологически. То есть, как правило, у человека в этот момент возникают разного рода тупики. Кризисные какие-то явления. Ему начинают казаться, что он идет не тем путем. Он не с тем человеком живет. И вообще дети какие-то не те вдруг родились. Это всегда можно с кем-то обсудить. Обсудить с понимающим, принимающим другом. Сходить, ну, быть может, в церковь, если что-то религиозно. Или, в конце концов, можно сказать, к психологу поговорить и спросить, а все ли у меня нормально. А психолог, как правило, скажет, ну, да, нормально. Просто надо переждать. Ну, и социальный феномен, что все-таки, здесь и говоря о социальных вещах, я хотел бы сказать, что нельзя замыкаться на в себе. Это однозначно, что чем больше мы сидим в состоянии вот этой депрессии, в одиночку, тем тяжелее нам из него выкарабкиваться. Поэтому любого рода социальная активность, она помогает людям. То есть, это, не знаю, сходить в публичную библиотеку, посетить какую-то лекцию, поменять хобби и так далее. Вот так можно себе помогать. Вы упомянули про поход к психологу. Есть психолог, есть психотерапевт. В чем у них разница, к кому идти? Я вам больше скажу. Есть еще и психиатр. Это вообще тут голову свернешь, какая разница. Разница, на самом деле, очень простая. И она первостепенно – это уровень образования. То есть, психологи имеют психологическое образование, психотерапевты, и психиатры имеют медицинское образование. И все психотерапевты в базе психиатра. То есть, сначала мы учимся на психиатра. То есть, вот постигаем всякие тяжелые психические расстройства и так далее. Потом мы уже обучаемся разговорным техникам, которые помогают человеку сделать немножечко легче. В чем разница по симптомам? Разница, по большому счету, такая. Ну, то есть, к психологам приходят, как правило, с достаточно легкими запросами. Ну, то есть, девочка не дождалась морячка из армии. И вот она очень по этому поводу переживает. Ей нужно в моменте поддержку принять и так далее. К психиатрам, психотерапевтам, как правило, идут с более какими-то глубокими вещами. С теми же самыми депрессиями, причину которых не всегда получается понять. А зачастую и нет причины, если причина внутри нейромедиаторов главного мозга. Поэтому, ну, вот такая разница, да, что психологи – это более такие легкие какие-то поверхностные запросы, а психотерапевты – чуть более глубокая вещь. Но при этом понятно, что к нам, как к врачам, тоже приходят люди с достаточно простыми вопросами. Это не означает, что мы их выгоняем из кабинета, говоря, что все, у тебя какая-то там ерунда, фигня, мы этим не занимаемся, да. Конечно же, нет. Но психологов и психиатров, и психотерапевтов сейчас очень много. Как понять, что врач хороший? Есть какие-то... Какой конфронтационный вопрос вы задаете. Ну, во-первых, здесь однозначно нужно смотреть образование. Однозначно. То есть, это должен быть настоящий диплом о высшем образовании. То есть, введунья бабушка Нина, как правило, диплом не имеет. Поэтому у нее мы каких-то корочек не найдем. Корочки, понятно, что это не всегда показатель качества. Поэтому в интернетах есть куча всяких рейтингов, психологов и так далее. Понятно, что это тоже зачастую накручиваемая какая-то история. Но хоть что-то у вас немножечко выбор сузится. То есть, вы поймете, что есть люди, о которых говорят. Ну и вообще, на мой взгляд, идти нужно, конечно, к тому, кого вам посоветовали. То есть, если есть у вас доверенный человек или доверенный доктор, семейный доктор, который может сказать, что сходи туда-туда-туда-туда, то, как правило, человек, который вам, ну, вы ему дороги, он вам плохого не посоветует. Мы говорим про сезонное заболевание, осенняя хондра. Но существуют ли такие же, кроме осени? Может быть, зимой обостряется какая-то болячка? Может быть, летом обостряется какая-то болячка? Здесь это, ну, просто здесь мы достаточно с вами широко говорим. Осень и весна. И действительно, здесь есть феномен сезонности. У каждого свой сезон. То есть, у меня есть, например, клиенты, которые ужасно себя чувствуют зимой. Потому что они как видят снег, и все, у них вот совсем все падает. Настроение, я имею в виду. Есть люди, которые, наоборот, плохо реагируют на солнышко и прекрасно реагируют на дождь. Они говорят, вот в дождь я чувствую себя просто замечательнейшим образом. Поэтому здесь это, ну, с вами, оттолкнувшись от весны и от осени, мы просто усредняем. На самом деле, это наиболее часто. Почему говорят осень и весна – время школьников самоубийц? Что действительно там депрессии вылазят и так далее. Но это не означает, что это не может быть другой сезон года, однозначно. И каких-то конкретных патологий, то есть, как аллергии на березу, которая вылазит, не знаю, когда по весне, мы не можем говорить, что шизофрения обостряется зимой. Однозначно нет. Здесь это весьма и весьма индивидуально. То есть, шаблонов не существует? Нет, их просто не существует. И вообще, больной моей темы, коснулись. Сейчас идет тенденция, к сожалению, шаблонизации медицины, наверное. То есть, мы вынуждены работать по стандартам. И мы вынуждены, соответственно, любого пациента вгонять в какой-то стандарт. То есть, назначать только те препараты, которые рекомендованы всемирной организацией здравоохранения. Использовать только те подходы, которые, опять же, рекомендованы кем-то. Но, увы, бывает такое, что человек не укладывается в стандарт. Потому что, как было в одном из фильмов, голова предмет темный. И обследование не подлежит. Что действительно здесь нужно достаточно глубоко погружаться. И не всегда стандартизированный подход помогает. И мы вынуждены как-то более гибко подходить к этой ситуации. Тогда такой вопрос. В какой момент человеку... Ну, вот сейчас просто как раз осень. И не могу не спросить. В какой момент человек должен, наверное, для себя понять, что вот наступил момент обращения к специалисту? Ну, здесь, я думаю, что такой критерий. Когда что бы вы ни делали, не помогает. То есть, ну, психика человека такова, что, почувствовав какой-то дискомфорт, нам сразу хочется от него избавиться. Для того, чтобы избавиться, мы начинаем предпринимать разного рода действия. Не знаю. В спортзал идем, девочку новую находим, там, дружим, еще что-то там. Но это не помогает. То есть, когда ресурс на деятельность заканчивается, а вам все плохо, плохо и плохо, однозначно нужно идти к специалистам. И то же самое касается, и необходимо прислушиваться к близким людям. Что зачастую человек сам не видит, что у него есть проблемы. Да, он считает, что просто он стал злой, он стал раздражен, потому что он устал. А ему жена уже по голове трет, говорит, друг, все, уже все, уже с тобой жить невозможно. Вот это нужно слушать. Это очень важно. Потому что в нашей специальности, как ни в какой другой, очень важен мы это называем объективный анамнез. Когда, скажем, вы приходите к кардиологу, вы можете прийти без мамы и без папы, просто пожаловаться, и кардиологу не нужна ваша мама, папа. А мы зачастую задаем вопросы близкому окружению, чтобы они рассказали, как им живется с этим человеком, какую патологию они видят. Что ведь, скажем, в психиатрии часто говорят, вот к нам приходят и говорят, за мной следят. За мной следят, ну, там, не знаю, ФСБ или там еще кто-то, да, там, полиция. А вдруг за ним действительно следят. И мы должны спросить у мамы и у папы, следят ли за ним. Может быть, действительно он нарушил закон, а за ним следят. Поэтому здесь вот у нас такой вот трехсторонний подход. Мы часто вынуждены обращаться к помощи родственникам. Сергей, спасибо большое, что стали гостем нашей передаче. Я с удовольствием. Ответили интересующие у нас вопросы. На этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова